У вас есть проблема? У нас есть решение! Переработка и сортировка мусора – единственный цивилизованный способ обращения с отходами. Без этого ресурсы, извлеченные из недр, выпадают из производственного цикла. Как сортировать мусор и зачем это делать, я расскажу прямо сейчас. Первый пункт по раздельному сбору мусора открылся во Владивостоке по адресу Бородинская, 28, на территории бывшего мусоросжигательного завода. Пункт работает полтора часа в день, в рабочие дни с 18 до 19.30, в выходные с 10 до 15.00. Шаг первый. Сортируем мусор дома. Сортировка отходов – трудоемкий процесс. При этом на многих мусороперерабатывающих предприятиях он до сих пор осуществляется вручную. На вторичную переработку идет пластик, полиэтилен, картон, бумага, резина, запчасти от бытовой техники. Чтобы не держать дома несколько мусорных ведер, стоит складывать вместе макулатуру и пластик, стекло и алюминий, а на пункте приема уже рассортировать их. Есть специальные системы для кухонных шкафов, которые устанавливаются под мойкой. Они могут быть выдвижными или прикрепляться к дверце шкафа. Продаются и такие приспособления, в которых сбор отходов идет через горловину в мойке. Правда, стоят встраиваемые сортировочные конструкции недешево. Шаг второй. Готовим мусор к переработке. Перед тем, как отправить мусор на сортировку, его нужно подготовить. Например, пластиковые бутылки. Неважно, какого они цвета – зеленые или прозрачные, синие или голубые. Главное, чтобы с бутылки была снята этикетка и крышка. А сюда мы выкидываем крышки. Пластиковые бутылки из-под молочных продуктов лучше всего промыть. Крышки со стеклянных банок снять. Сложные упаковки, такие как тетропаки, на переработку не принимают. Так же, как и фантики, фольгированную упаковку – пищевые отходы. А вот такой полиэтиленовый пакет сделан из вторичного пластика. Его можно перерабатывать много-много раз. Сейчас он снова отправится на переработку. Шаг третий. Отправляемся на пункт сортировки. На пункте сортировки мусора пока что единственном во Владивостоке вам помогут в обращении с отходами и покажут, в какие контейнеры разместить. Кроме того, в пункте установлен специальный информационный стенд, благодаря которому жители могут узнать о важности раздельного сбора мусора, а также о переработке вторичного сырья. Вот и все, ваше дело сделано. За остальное возьмутся специалисты. Мы направляем это к себе на сортировочный комплекс, где происходит подпрессовка, то есть разделение уже более глубокое, подпрессовка вот этих отходов, и все поступает на склад готовой продукции. А со склада готовой продукции уже профильные компании, каждая, которая занимается своим направлением, то есть пластиковые отходы, отдельно отходы бумаги, бумаги картона, жестяные банки, алюминиевые банки. Каждое предприятие, которое специализируется на том или ином отходе, оно приезжает и забирает эти отходы уже к себе на глубокую переработку, где оно уже из отходов делает вторичное сырье, либо готовую продукцию. Сортируя, вы спасаете планету. Так, при производстве бумаги из вторсырья воздух попадает на 70% меньше выбросов, чем при производстве новой бумаги. Бумага может быть переработана 5-7 раз. Из пластиковых бутылок делают ковровое покрытие, утеплитель, синтетические материалы для производства одежды и многое другое. Стекло может быть переработано неограниченное количество раз. Крупнейшее предприятие, которое работает на территории Приморского края, это картонный комбинат, наш уссурийский картонный комбинат. Они забирают картон, гофрокартон. Мы сотрудничаем также с хабаровскими компаниями по приему бумаги. Надеемся, что в ближайшее время в Приморском крае появится. Что касается полиэтиленовых отходов и пластика, это русская полимерная компания, тоже приморский переработчик. На сегодняшний день у нас не решен вопрос в Приморском крае по переработке стекла. Поэтому сейчас мы заготавливаем большие партии стекла и отправляем уже в центральную часть России для переработки на соответствующем предприятии. Электроника перерабатывается на компании Кастар Технологи. Она специализируется и на люминесцентных и рту содержащих лампах. Шаг четвертый. Оптимизируем покупки. Мусора будет меньше, если вы будете рационально подходить к своим покупкам. Начать можно с простых правил. Первое. Не пользуйтесь полиэтиленовыми пакетами. Складывайте покупки либо в бумажные пакеты, либо в эко-сумки. Купите свою термокружку, не берите стаканы на вынос. Даже если вы их сдадите на переработку, пластик от них останется. Не используйте никакую одноразовую посуду. Бросайте курить. А если пока что сложно, то не бросайте окурки на землю. Они разлагаются 15 лет. Шаг пятый. Сортируем мусор в специализированные контейнеры. Сегодня разрабатывается программа по внедрению раздельного сбора отходов непосредственно в домах. И со следующего года она будет поэтапно внедряться. В ближайшее время будет закуплено 20 тысяч контейнеров. Со второй половины 2020 года будут закупаться контейнеры для раздельного сбора мусора. Но собственники многоквартирных домов могут не ждать у моря погоды и самостоятельно установить себе подобные контейнеры. Для этого необходимо принять решение на общем собрании собственников, а затем обратиться в компанию-оператор для заключения договора о вывозе отходов. По нацпроекту «Экология» в 2024 году 60% мусора в Приморском крае должно идти через сортировку, а 13% – через глубокую переработку, производство вторсырья и готовой продукции. И важно понимать, что успех данного проекта зависит от каждого из нас. Сделать нашу страну чище и цивилизованней можем только мы. Продолжение следует...